будущее туманно ты можешь делать что угодно ждать готовиться предполагать мечтать и даже ходить гадалки которая тоже скажет что будущее туманно мы не можем отвечать за то что еще не произошло ведь бывает так что все прогнозы и планы идут на смарку и все меняется в одночасье бывает так что игру уже почти выпустили даже показали трейлеры и геймплей дату релиза озвучили но потом хлоп и ничего бывает так что ультра популярная франшиза умирает после очередной игры или вовсе отказывается от ее продолжения бывают и такие кто просто-напросто теряет права на свое детище все бывает ведь будущее туманно сегодня я хочу вновь вернуться к разговору о ведьмак 4 рассмотреть в хронологическом порядке и максимально объективно все то что мы знаем и нам говорили о нем а также подробно рассказать о моем видении будущего ведьмака если она будет поехали привет ковбой мое имя ведьмак 4 будет его из римус это просто канал о спойлерах и играх и я хочу сказать что не первый раз поднимаю тему ведьмак 4 я уже успел выразить свою глубочайшую надежду на продолжение в ролике ведьмак 4 будет и разобрать варианты сюжета для продолжения так что если вы их по какой-то причине пропустили то ссылочки на них я оставлю в описании а вся история с обсуждения ведьмак 4 началась еще даже до релиза ведьмак 3 и вызывали их постоянные заявления разработчиков и пиарщиков из сиди project red о том что игровая серия the witcher задумывалась как трилогия что ведьмак 3 это последнее приключение геральта и завершение его истории можно сколько угодно говорить и спорить о том был ли это просто рекламный ход или нет но ведьмак 3 действительно поставил точку в приключениях белого волка будь то финал даже обычной игры или дополнение кровь и вино сам факт заявление об окончании истории геральта бросал в дрожь особенно после феноменального и богоподобного приключения в третьей части а потому фанаты среди которых благо много журналистов атаковали редов вопросами о том будет ли ведьмак 4 а дополнительным стимулом к этим вопросам и мыслим о продолжении серии стал факт что реды после релиза ведьмак 3 начали не уменьшать штат разработчиков а наоборот расширять его тогда многие решили что началась активная разработка ведьмак 4 ведь финансовый успех третьей части открывает новые горизонты в разработке но нет в официальном заявлении глава студии рассказал что сейчас они активно работают всего лишь над двумя новыми проектами первый из них является киберпанк 2077 о котором мы уже все давно знали по тизеру и что именно на его разработку набирается команда а второй секретный и в итоге оказавшийся самостоятельной игрой по гвинту насчет ведьмака же нам повторили что история геральта окончена что они никогда не думали всерьез а ведьмак 4 что кровь и вино завершает историю и что в ближайшее время не будет никаких ведьмаков если вообще когда-либо будут это практически дословный перевод также еще один босс city project red марчин и винский заявил что серии вечер требуется отдых и киберпанк 2077 позволит команде отвлечься от средневековых монстров грусть печаль и тоска с другой стороны становится понятно что студия не готова делать конвейер ведьмаков и не собирается делать две крупные игры сразу сейчас все силы редов заняты проектом киберпанк 2077 которому кстати многие желают провала чтобы после него рады вновь взялись за ведьмака они клепали трилогию или бесконечные дополнения для онлайна вместо самостоятельной игры но пожалуйста не нужно так а уже после релиза киберпанка возможно настанет ясность и нам станет известно дальнейшая судьба о мире ведьмака а пока выход четвертой части не стоит ждать вообще как же сложно говорить мне сейчас эти слова хотя все непременно надежда есть ведьмак успешная серия игр с проработанным миром и большими возможностями для всяких сиквелов приквелов и так далее надежду подтверждает и глава студии сиди project адам кичинский о котором я говорил в одном из своих прошлых роликов он сказал что несмотря на то что ведьмак задумывался как трилогия 15 лет разработки не прошли даром и они очень плотно подумают о создании четвертой части в серии и что в принципе было бы несправедливо по отношению к фанатам не выпускать четвертую часть это значит что скорее всего когда будет подходящая команда сценарий и возможности мы увидим новую историю но будут ли развивать рэда историю геральта и далее или остановятся расскажут о прошлом или будущем я не знаю но верю что рэда не будут делать игру лишь бы как что если и возьмутся за ведьмака то только когда смогут не только рассказать большую и увлекательную историю но и показать что-то новенькое да в серии реальное развитие как было на протяжении всей игровой трилогии и среди всех возможностей развития серии есть одно направление которое меня прельщает больше всего это будущее я все непременно был бы рад и истории создания ведьмаков и молодости геральта или висимиро но то лишь тени прошлого будущее же как ни странно за будущим и среди всех завершенных квестов и сюжетных линеек есть одна которая завершена не было я не раз они уже говорил это сюжетная линейка короля королей кто не знает то в мире ведьмака существует пророчество и тлины его слова известны всем вплоть до неграмотных хметов все мы его тоже прекрасно знаем в час волчьей пурги не ежелтый снег следуй за ласточкой а ласточка это символ весны избавительница и короче цири остановившая белых лад это окей но есть еще секретное пророчество о котором в начале знали только эльфы народа ольх потом вильги форт и тот кому он служил императору нильфгарда эмгир ван эмрейсу точного текста пророчества у нас к сожалению нет но в нем говорится о том что цири помимо того что она ласточка еще и девушка который судьбой предначертано выносить ребенка будущего короля королей потому-то в книге все так активно и хотели заполучить цири эльфа народа ольх ее похитили и пытались совокупить с королем вильги форт жаждал получить ее матку вырастить в ней ребенка без помощи цири конечно же а эмгир как отец цири был готов пойти на инцест о чем узнала его жена повета и вовремя спасла дочку но погибла к сожалению сама если бы неблагородный поступок эмгира в конце книжной серии то все вполне могло бы у него и получиться кстати несмотря на то что цири называют госпожой пространство и времени фактически ее сила далека от того могущества которое ей приписывается и лично я до сих пор не понимаю какими такими силами она остановила белый хлад или даже то что эридин хотел с помощью нее открыть портал чтобы перенести всех эльфов народа ольх в нэверленд она сама-то с трудом перемещается между мирами и то с помощью единорогов или авалакха но да ладно таким образом в конце ведьмак 3 мы получаем цириллу предпочтительно ведьмачку которая отправляется в собственные странствия причем ничего не знающие о том что ей предстоит подарить этому миру короля королей забавно но геральта знает ему все рассказал сам эмгир убежденный что вскоре белого волка ожидает смерть а вот поверил ли в это геральт или нет большой вопрос так что несмотря на условную ставку ведьмака если верить редом будущее у мира все еще есть и она туманно как она туманно и у цири эта история может стать прямым продолжением трилогии игр но уже не про меч предназначение чё предназначение было выполнено а про ребенка ласточки и будущего короля королей даже у меня есть тысяча и одна относительно проработанная идея о том как закрутить сюжет тут и следующий император нильфгарда который скорее всего узнает о пророчестве и авалакх с эльфами народа ольх которые все так же хотят вернуться в нэверленд и освободить местных эльфов от гнета людишек а провести их туда может только сила цири или ее ребенка да и ложа чародия в каком никаком составе вновь была восстановлена с филиппой у руля мир ведьмака живет шестеренки судьбы крутятся но факт того останется ли будущее туманным или откроет свои завесы и даст поучаствовать в новом невероятном приключении пока для нас остается тайной за семью печатями а на этом все ковбой всем спасибо за просмотр если вам понравилось это видео то стоит поставить ему лайк и подписаться на канал также буквально вчера в телеграме я запустил канал с записками старого ведьмака где сам геральт формате коротких записей будет рассказывать о своих приключениях как говорится на живую надеюсь из этого получится что-нибудь интересное ссылочку оставлю сразу под роликом а если у вас остались вопросы или есть предложение или новости касающиеся ведьмака 4 то не стесняйтесь оставлять их в комментариях это будет интересно и мне и всем остальным зрителям мы же увидимся в новом ролике уже очень скоро но пока на этом всем пока пока а